друзья всем привет после последнего видео на бюджетный карфишинг вы наставили порядка двух с половиной тысяч лайков поэтому как и договаривались примерно за эту сумму в рублях у нас и будет сегодня обзор это удилище от популярного достаточно бренда бюджетного кайда модель фуриа 390 с тестом три с половиной либра я впервые вижу данное удилище постарался найти где-то на разных сайтах описания информации 0 поэтому сегодняшний обзор будет первым и буду делиться с вами своими первыми впечатлениями о нем и так поставляется в таком обычном матерчатом чехольчики сразу бросается в глаза кольца большие серии кей модель правда ясно ну и конечно видно сразу здесь лак немножко такой потертый точнее покраска потертая лак вот с нижней стороны потек на само кольцо надеюсь на дальности это не скажется и так из характеристик что мы здесь видим что это удилище весит 445 грамм 6 установлены колец у них и давайте сразу вам измерю расстояние от центра катушка держателя до края комля она составляет 63 сантиметра в принципе это не самый минимальный показатель но мне конечно можно было бы еще 2-3 сантиметра вот по карбону совершенно никакой информации нет ну не знаю либо это так напечатан карбон либо это действительно сетка армирующая мэш которая придает прочности данного удилища не знаю за две с половиной тысячи что мы здесь увидим в реальности сегодня посмотрим да кстати заметно мало лака на стыке удилищ обычно на таких длинобойных бланках это ширина этой ленты получается где-то районе пяти шести сантиметров построю удилища но быстрому точно назвать сложно она средненькая но и ближе наверное все таки к мягком потому что начинает бланк работать от ниже кольца более детально конечно это все посмотрим на забросах сегодня хочу сделать один небольшой эксперимент если этот бланк не выдержит то продолжим эксперименты на более мощных удилищах вот так в принципе мне больше нечего о нем сказать кольца как уже сказал серии кейк но name фирма лак везде покрыт вроде бы хорошо посмотрим сейчас после первых забросов по вашим просьбам пока эту катушку еще победитель у нас точно не определился я буду использовать примерно аналогичную стоимость удилища и катушка намотал также леску которую вы просили 028 то есть сегодня такие рабочие условия для начинающего рыболова единственное только встречный ветер у нас но я особо за дальностью не гоню гоню сейчас просто хочу посмотреть реально что это удилище себя может показать и как она будет по комфорту будем забрасывать разные грузила без оснастки хотя посмотрим что если был этот еще у меня цел не свалится кстати соус он у нас может не кого-то сейчас здесь и хватанем так давайте мы поставим скользящий монтажик начнем с маленького грузила 110 грамм думаю что большие веса для этого удилища совершенно не нужны шук лидер сразу поставил потолще 50 либров для одного эксперимента как уже сказал но он будет чуть позже в конце мерить буду дистанцию счетчиком ну надеюсь метров 150 без поводка мы должны добросить сейчас первый самый ответственный заброс потому что лак все кольца будут вставать на свои рабочие места ну кстати скажу что ну так и нормально вроде бы 110 грамм мы кажется и может будет еще и маловато она погнали ну даже ничего не хрустнуло они нигде никаких тресков я не слышал первый заброс конечно был такой прогревочной посмотрим на дистанцию так есть ну не 20 метров не долетела 130 метров можете поверить мне на слово так давайте попробуем теперь нормальненько вложиться сделаю свис посильней вот сейчас и треснуло что-то чувствовал что есть мощь надеюсь результат будет хороший ну в целом конечно сейчас мне надо еще будет побросать сделаю небольшую паузу съемочки попробую разным нагрузилами потому что ну первое впечатление видно чтобы бланк конечно проваливается на резком силовом забросе плюс еще если будет стик поводок надо будет конечно к этому удилищу немножко подстраиваться потому что точно это не средний строй ближе к мягкому ну зато кстати он для начинающих подойдет потому что поможет на первых скажем так парах началах когда техника не отработана удилище легко прогибается и тем самым она сама выстреливает в определенном момент конечно это не такой классический параболик возможно он мягкий просто из-за своих бюджетных материалов которые используются вот уже сто сорок два метра и чувствовать что нормально между двойкой и тройкой поставил поставлю вам двоечку забросок 2 за идея 5 так друзья сейчас сделал десяток забросов и можно сделать выводы по мне наиболее такой оптимальный груз показался 120 грамм но сделал я один заброс со снасткой сразу же слетела поэтому мне кажется грамм 110 115 будет оптимально для этого удилища вот но сейчас мы кидаем без бойл поэтому 120 грамм такой получается золотой середнячок сейчас я повесил грузила 140 грамм в качестве эксперимента просто сделаем силовой заброс про проверим на прочность а затем наш эксперимент так джек отходи то получишь лоб специально от греха подальше прищурился но все у нас нормально удилище наверное там пополам согнулась но выдержала ничего кстати не треснуло никаких проблем нет так посмотрим на дальность я пока вам расскажу про свой эксперимент который меня возник недавно на фидерной рыбалке мы были кругой на одном хорошем водоемчике ловили карася я посмотрел со стороны как гнется фидерное удилище когда забрасывается маятниковым фидерным забросом грузила через себя и так как будто кнутом выполняете заброс и возникла мысля а что будет если забросить этим способом карпа удилища мне кажется что по всей логике должен заброс получиться еще мощнее но тут встает вопрос а выдержит ли удилище такую нагрузку поэтому сейчас мы на этой фурии и проверим как раз у нас грузила уже рядом сто тридцать семь метров ну вот до 140 грузила бессмысленно ставить потому что она проваливает удилище сейчас я поменяю его на 120 от греха подальше и сделаем первый заброс это мне стремно надо блин как это коля каску одевать с очками блин уйти вам скажу неплохо так летит сейчас я так немножко очкует славик сейчас я быстренько вымотаю попробую в мощнее заброс сделать мне кажется что это очень интересная тема охренеть я вам скажу это этот скоро будет новая техника заброса вообще хорошо полетел дать посмотрим единственное тут конечно точности не дай бог если тут что-то лопнет и наверно больше не буду такие забросы выполнять без ничего хотя бы надо минимальной соблюдать безопасности очки одевать что этот момент может карбон лопнуть и какие-то осколки не дай бог попадут глаза хотя сколько у меня было а их было мало поломок при силовых забросах как будто ножовкой отпиливают просто ровненько так отходят вершинка либо в этой части либо на стыке не ну тем интересная продолжу мне кажется тут еще если будет быстрое будилище легче будет прогрузить здесь заново придется играться и со свисом и короче много всех интересного пришло мне случайного голову возможно это максимально у нас дальний заброс будет ух я забыл сбросить 273 минус 140 они тут 37 было до 143 в районе 130 метров в общем друзья что можно сказать за условных 5000 рублей этот комплект стоит удилище катушка свои функции выполняет на более чем достаточно для начинающих такие дистанции встречный ветер это ну да с поводком будет намного меньше но все равно это я считаю отличный результат и вполне себе достойно палка за эти деньги несмотря на все мелкие нюансы да вы будете находить часто такие эстетические моменты тут какая-то царапинка еще там это не сэнчери ручной сборкой поэтому не не о чем тут разговаривать давайте окраине заброс делаю мы заканчиваем как это все стрёмно пипец сейчас вот с большим свисом реально улетел далеко все крайне подсчеты и заканчивает пока я вам говорю спасибо за просмотр не забывайте что наша идея сохраняется сколько лайков на кликайте за столько рублей с рекламного бюджета мы выделяем на покупку следующего удилище катушки любого любой какой-то снасти и будем ее тестировать ну а вы не жалейте лайков и пишите в комментариях по поводу того на какое удилище или катушку сделать следующий обзор точно рекорд рекордный заброс наш быть я 140 но все равно прикольно я думаю что есть над чем задуматься и поэкспериментировать пища